Всем привет! Меня зовут Антон, и я занимаюсь декоративными штукатурками в городе Донецк. Сегодня я покажу вам мастер-класс, как нанести данный образец. Это одна из разновидностей техник нанесения Атачента. Такой перламутровый материал и перламутровые краски. В принципе, они есть у всех производителей. Конкретно технику нанесения я называю лично такой перламутровый дождь. Итак, вы посмотрите, как ее нанести дальше. Присаживайтесь поудобнее. Начинаем. Итак, начнем наносить. Что нам для этого понадобится? Первое из инструментов. Нам понадобится кельма, вспомогательный шпатель и валик. Желательно использовать валик на пролоновой основе. Почему? Потому что он оставляет минимальный шагрень. В данном рисунке нам нужно максимально избежать всех вот этих неровностей, даже таких, как сама шагрень, то есть остается от других валиков. Можно, в принципе, использовать и велюровый валик, но пролоновым все-таки же лучше. Итак, по инструменту я сказал, по материалам. По материалам нужна будет краска любая, либо акриловая, либо латексная, неважно, в принципе, желательно хорошего качества. И сам перламутровый материал. У каждого производителя, в принципе, он есть. Я не буду говорить, конкретно, какой бренд. В принципе, материал можно использовать любой. Итак, наносим первый слой. Берем, еще раз повторюсь, порлоновый валик. Берем краску. Да, кстати, краска должна быть заколирована примерно в тот же оттенок, как и будет заколированный последний материал, то есть перламутровый. И наносим. Просто нам нужно укатать, раскатать хорошо краску по поверхности, чтобы не было каких-то больших пробелов. Ну и самое главное, избежать максимальное ошедрение. Продолжение следует... Итак, краска подсохла. Берем материал в кельму и начинаем наносить первый слой. Первый слой это просто базовый. Нам нужно нанести материал без пропусков на поверхность, просто на издир. Для чего это нужен первый слой? Для того, чтобы в последующих слоях, во втором, не было просветов, пробелов. Потому что второй слой будет формироваться, прилаживаться и могут быть где-то какие-то пробелы. Продолжение следует... Итак, второй слой подсохла. Начинаем наносить третий слой финишный, формирующий сам рисунок. Итак, берем тот же материал, наносим его на поверхность, уже на толщину. Ну, практически зерна, какое у него есть, имеется на минимальное, но не полностью на издир наносим. Нанесли, чтобы, главное, не было никаких мусоринок, ничего, ни мусора, ни крошек, ни стараконок, каких-либо. И материал должен равномерным слоем быть. Наносим на поверхность небольшой кусочек, не заполняем сразу же, если образуется. И начинаем сразу же его формировать. То есть, формируем мы как? Мы берем, прикладываем перьему плоскостью к поверхности и начинаем делать вот такие движения. Создаем, как бы, такой рисунок формируем. Движения должны быть не в одну сторону всегда, а в разные, для чего, чтобы, как бы, переворачивать частички материала, чтобы начинала быть игра света. Итак, нанесли кусочек небольшой, даем ему немного подсохнуть. Пока он подсыхает, наносим следующий кусочек. Создаем, как бы, так же самое. Берем и формируем, такими же движениями. И со слоем толсты можем немного вжать и его, как бы, пригладить, еще более равномерно нанести. Где первый раз мы нанесли материал, мы можем уже его приглаживать, то есть, по мере его подсыхания, когда материал уже не прилипает к самой кельме, главное, чтобы кельма была чистая. И проходим по этим местам, где нанесли целый материал. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Итак, образец подсох. Сейчас я приближу камеру, покажу это сблизи уже, как это смотрится. Просто сдалека камера не передает того эффекта, того перелива, игра света, перламутра. В общем, сейчас увидите. Хочу сказать всем спасибо, кто смотрит, кто пишет комментарии, ставит лайки, также дизлайки. Мне ваше мнение ваше мнение очень важно. Подписывайтесь на канал, будет много чего интересного. А с вами, как всегда, был Антон. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.